Ну, я тоже оцениваю эту встречу положительно. Помимо тех пунктов, которые вы обозначили, также там не упоминается ни о каких якобы военнопленных, не упоминается о том, что Азербайджан якобы претендует на суверенную территорию Армении. Это все те пункты, которые являются для армян неким таким красным полотном, и они им размахивают бесконечно для того, чтобы привлечь какие-то новые силы и решить свои задачи. Ну, это с точки зрения того, что не было. И была очень позитивная динамика, а именно прозвучала фраза «разблокировка транспортных коридоров», и я думаю, что это как раз то, на чем стоило бы сконцентрироваться и сказать, что в принципе мне кажется, что все идет в поступательном направлении. Армения в всю свою историю действует деконструктивно, в первую очередь по отношению к себе. Мне кажется, что даже вот эта встреча, которая состоялась в Сочи, она состоялась не случайно, потому что вы же знаете, что на 15 декабря назначена встреча, которая пройдет в Брюсселе. И мне кажется, вот этой встречей были обнулены, если так можно сказать, полная обнуляция произошла всех желаний Армении усидеть на двух стульях. По сути, ну, как бы это продемонстрировало еще раз для России предательскую суть Армении, которая бесконечно пытается так или иначе перетасовать, скажем так, колоду и не выполнять те договоренности, которые были достигнуты с помощью России. И, конечно, мне кажется, что речь шла о Зенгизурском коридоре, это не прозвучало в открытую, но вы же понимаете, что на такого рода, на такого уровня встречах в лоб и в открытую не делают заявления. Поэтому мне кажется, что это все так красиво упаковали. Мы же знаем, что было объявлено, что будут еще дополнительные какие-то, дополнительная информация и будут дополнительные детали. Я думаю, что как раз вот это все будет нам сказано потихоньку и порционно. Да, конечно, безусловно, это очередная победа и дипломатическая в том числе. Ну, я бы, знаете, как человек, который очень любит разбирать детали, ну, обратила бы внимание на то, как встретились лидеры, а именно там non-verbal communication или не нужно быть большим физиогномистом, чтобы видеть лица и прочитать по ним все, что было там написано. Могу сказать, что, знаете, есть такое выражение «дьявол кроется в мелочах», а еще есть выражение «бог кроется в мелочах». Вот по встрече Ильха Малиева и Владимира Путина я бы как раз вторую часть применила «бог кроется в мелочах», потому что когда два лидера пошли друг к другу на встречи, их первая встреча была очень теплая, это было очень даже заметно, были такие дружеские мужские объятия, и было понятно, что им комфортно вместе. Конечно, между лидером Азербайджана и российским президентом существует полное взаимопонимание, и мне кажется, эта встреча в очередной раз продемонстрировала то, что нужно было сверить часы, нужно было застолбить еще какие-то, возможно, пункты, по которым были уже ранее достигнуты договоренности. Поэтому, безусловно, это дипломатическая очередная победа, а для Армении это очередной шаг в пропасть. Николай Пашинян понимает, какая будет реакция в самой Армении, и пытается таким образом как бы оттянуть время и, еще раз повторюсь, порционно выдавать информацию для того, чтобы не было эффекта такого взрыва бомбы. Потому что я думаю, что он прекрасно понимает, чем ему это все грозит. Так что, мне кажется, здесь и то, и другое. Я думаю, что в тех кругах, скажем, политического эстеблишмента, которые принимают решения и имеют такие полномочия, уже давным-давно все понятно и сделаны определенные выводы. На самом деле, в России очень неоднородная политическая элита, и в ней есть разные круги, и в том числе те, которые так или иначе пытаются перетянуть Россию на сторону Армении. Они для этого привлекают огромные ресурсы, мы об этом и в вашей передаче не раз говорили. Поэтому, мне кажется, что то, что происходит в Армении, антироссийские настроения, которые давным-давно уже звучат, это все давно услышано в Кремле. И то, что Армения дышит наладом и до сих пор как бы пытается апеллировать то к тем, то к иным, для того, чтобы их защищали, у меня возникает только один вопрос. Почему кто-то должен вас защищать? Вы, суверенная страна, как вы утверждаете, возьмите и защитите себя сами. То Россия им должна, то Запад им должен. Мне откровенно уже просто претит это все, слышите. Я на самом деле считаю, что России давным-давно нужно уже более жесткую политику вести в отношении Армении и объяснить им, что вообще союзники, как они себя называют, так не ведут. Вы знаете, у меня вообще в отношении Армении очень мало иллюзий, если честно, быть откровенной. Хотелось бы, конечно, чтобы они как-то здраво начали себя вести, как взрослые люди, садясь за стол переговоров, ставя подписи, имели ответственность за все то, что они говорят. Но у меня, если честно, в этом смысле очень мало иллюзий. Другое дело, что Азербайджан, как такая очень мощная уже региональная держава, проявившая себя, я думаю, что несколько таких ситуаций, когда были обмены, это был жест доброй воли, коим Азербайджан хотел просто продемонстрировать и Армении, и России, и всем остальным заинтересованным сторонам, в том, что мы готовы идти на сближение, на то, чтобы урегулировать этот конфликт в регионе, полностью закрыть все вопросы. Но, как мы увидели, Армения в своем духе, в своем стиле поступает, и, честно говоря, мало верится, что они будут передавать реальные карты минных полей. Но мне кажется, что Азербайджан очень ведет мудрую, правильную и филигранно выверенную политику, и мне кажется, что все-таки в Азербайджане достаточно интеллекта, есть люди, которые найдут решение и этой проблеме тоже. Спасибо за просмотр. Поставьте лайк, и если вы не подписаны на наш канал, то подпишитесь. Что думаете вы? Пишите в комментариях. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok